Рассматривая работу Всемирного Совета Церквей, я бы хотел обратить особое внимание на три, на мой взгляд, очень важных документов, которые отображают широту взглядов, широту заинтересованности Всемирного Совета Церквей. Первый документ был принят на 4-й Всемирной конференции Комиссии веры и церковные устройства в Монреале в 1963 году. И он носит название «Писание, предание и традиции». В этом документе обсуждается взаимоотношение между Святым Писанием, преданием с большой буквы и традициями с маленькой буквы. Он скорее ставит много вопросов, не давая на них ответ, оставляя эти вопросы открытыми, предполагая, что в будущем эти вопросы должны обсуждаться в рамках деятельности Всемирного Совета Церквей. Прежде всего, в этом документе подается отличие между тремя разными понятиями «предание» с большой буквы, «традиции» с маленькой буквы и «традиции» во множественном числе. Под «преданием» с большой буквы здесь понимается само Евангелие, благая весть, предаваемая из поколения в поколение Церкви Христовой, в жизни, которой всегда присутствует Иисус Христос. Под «традиции» имеется в виду здесь процесс передачи обычаев, знаний, сведений и тому подобного. В понимании «традиции» во множественном числе здесь имеется в виду два разных понятия. Во-первых, это обозначение многообразности, форм выражения той же веры. И второе, это наличие так называемых конфессиональных традиций, скажем, лютеранская традиция, реформанская традиция и так далее. Устная письменная традиция пророков и апостолов под водительством Святого Духа привели к тому, что эти знания были записаны в виде Святого Писания, Ветхого и Нового Заветов. И в этом документе подчеркивается тот факт, что предание с большой буквы предшествует написанию Святого Писания и само Святое Писание является продуктом священного предания. Постановка проблемы взаимоотношений между Святым Писанием и преданием в самом Священном Писании не подана явно. Но тем не менее история богословия ставит этот вопрос достаточно остро. Этот вопрос возник скорее в XVI веке в рамках возникновения протестантизма, который отбрасывает предание как таковое, отбрасывает традицию, полагаясь на единственный авторитет Священного Писания. Католики понимают предание как божественная истина, которая выражена не только в Священном Писании, но которая передается также устно в рамках Церкви от поколения к поколению. В то же время как протестанты полагаются единственно на авторитет записанного Священного Писания, так называемый принцип «Соля Скриптура». Голос же Православной Церкви, к сожалению, до последнего момента еще не был достаточно услышан в этих международных богословских спорах и дебатах, но мы выражаем надежду на то, что Православная Церковь внесет свою лепту в рассмотрение этого вопроса, и мы надеемся, что этот вопрос будет достаточно оригинальным и плодотворным для этого диалога. В этом документе также подчеркивается, что все мы, христиане, живем в контексте традиций, традиции, которые восходят к Господу Иисусу Христу и корни которой находятся еще в Ветхом Завете, и что все мы обязаны этой традиции тем, что мы получили истину откровения и Евангелие путем передачи от поколения к поколению в рамках Церкви. Традиции, о которых мы здесь вспоминаем, реализуются, во-первых, в проповеди Слова Божьего, во-вторых, в служении святых таинств и в богослужении как таковом, в-третьих, в христианском учении и богословии, ну и, наконец, в миссии и свидетельству Христу всей своей жизнью. То, что хранит эта традиция, это не просто набор догматов, а живая христианская вера, живая жизненная реальность, предаваемая действием Святого Духа. Понятие предания с большой буквы, понятие традиции, оно не является очень простым в контексте конфессиональной раздробленности, которая существует в современном христианстве, потому что конфессии, которые разделились в истории, каждая выработала какие-то свои традиции и стоит вопрос, как в этих традициях конфессиональных отображается традиция с большой буквы или предание. И поэтому в контексте диалога постают разные вопросы. Возможно ли точнее определить, каково содержание этого единого предания с большой буквы и какими способами это возможно сделать? Во всех ли традициях, называющих себя христианскими, содержится традиция с большой буквы? Как различить традиции, воплощающие истинное предание и чисто человеческие традиции? Где находим мы истинное предание, а где обедненную традицию или даже искажение традиции? Ведь традиция может как хранить верность Евангелию, так же, как и искажать его. И когда мы ставим такие вопросы, мы приходим к пониманию того, что должен существовать, мы должны найти критерий истинности этих традиций, которые существуют сейчас в конфессиях. И этим церковь была обеспокоена с самого начала своего существования. То есть мы сейчас подошли вплотную к вопросу правильной интерпретации предания, потому что Писание, целый корпус документов — это буква. И отвечая просто на этот вопрос, мы можем сказать, что правильная ли интерпретация это такая, которой руководит Святой Дух. Мы подошли к необходимости применять здесь герметичный принцип. С этой проблемой разные церкви справлялись с каждой по-своему. В одних конфессиональных традициях герметичный принцип заключался в том, что каждый отдельный фрагмент Писания мы должны интерпретировать в духе Святого Писания в целом. Другие конфессии искали герметичный ключ в том, что они считали центром Священного Писания, и одни делали акцент на воплощении, другие на искуплении и спасении, третий на оправдании верой, еще иные на провозглашение привлечь завершившегося Царства Христового, еще иные на этическом учении Иисуса Христа. В-третьих, все ударение делалось на том, как Писание обращается к совести отдельного человека под водительством Святого Духа. Православная Церковь находит этот ключ в разуме Церкви, особенно в том, как он выражен в деятельности Первых Вселенских Соборов и в творениях Святых Отцов. В Римской Католической Церкви этот ключ находят в целом корпусе веры, хранителем которого является так называемым магистрем или учительской власть Церкви. Завершает этот документ умозаключение, что многие наши недоразумения и разногласия по этому вопросу происходят от того, что мы слишком давно разделены и остаемся чужими друг к другу. На протяжении веков разные конфессиональные сообщества христиан вырабатывали свои отдельные традиции изучения истории, свои особые взгляды на прошлое. Для той проблематики, которую мы сейчас поставили, на самом деле сейчас появилось хорошее подспорье, это научный метод, который позволяет, если он применяется в духе экуменизма, позволяет нам дать более точные ответы на то, что происходило в истории, как интерпретировать некоторые факты исторические, которые разные конфессии сейчас имеют тенденцию интерпретировать по-своему. Если этот научный аппарат, который мы имеем для исследований, мы будем применять в духе экуменизма, в духе братской любви, то он может принести очень много полезных плодов для того, чтобы помочь церквям увидеть в правильном свете, в правильной интерпретации много событий, которые произошли в нашем историческом прошлом. Второй документ, о котором я бы хотел вспомнить, это документ, который был принят на конференции Всемирного Святоцеркви по названию «Справедливость, мир и целостное створение» в Сеуле в 1990 году, это в Южной Корее. И во вступительной части этого документа говорится, что, представляя твердые убеждения, сложившиеся за многие годы экумического диалога и борьбы, мы делаем эти заявления как христиане, отдавая себе отчет в том, что многие люди живых вер и идеологий разделяют наши тревоги и заботы, хотя исходят из своего понимания справедливости, мира и целостности творения. Мы стремимся к диалогу и сотрудничеству с ними, руководствуясь заботой о будущем, о выживании нашей планеты. Еще Ванкуверская ассамблея 1983 года обратилась к Всемирному Святоцеркви с просьбой включить представленный в нем церкви примирительный процесс, участники которого взяли бы на себя взаимные обязательства отставить принципы справедливости, мира и неприкосновенности творения. Поэтому этот документ состоит из таких десяти общих заявлений, которые эта конференция делает от имени всех церквей, представленных во Всемирном Совете, обращаясь с этими заявлениями к миру. Заявление первое. Всякое проявление власти под отчетно Богу. То есть мир принадлежит Богу, поэтому все формы применения власти должны служить Божьим целям и быть под отчетны людям, от имени которых они действуют. То есть все обладающие властью, как политической, так и социальной, так и медийной, религиозной, законодательной, все они должны стремиться к Божьей справедливости. Заявление второе. Выбор Бога в пользу бедных. Этот документ заявляет, что существующая бедность в этом мире очень часто является плодом преднамерной политики. Потому что факт существования бедности — это позор и преступление, и ее нельзя оправдать никакими богословскими критериями. Потому что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы мы имели жизнь и имели ее в полноте. И если мы пробуем оправдать бедность с точки зрения богословия, так это является ересью и святотастом, как говорит этот документ. Заявление третье. О равной ценности всех рас и народов. В Иисусе Христе все люди независимы от расы, касты или этническое происхождение, примеренные с Богом и с друг другом. И расизм, как идеология и дискриминация, и как практика представляет собой отказ от богатого на многообразие замысла Божьего в отношении мира, насилия над человеческой личностью. И все формы расизма, будь то индивидуальные или коллективные, должны быть названы грехом, а богословское оправдание, если оно будет существовать, то это будет ересью. Заявление четвертое. Мужчины и женщины сотворены по образу Божьему. То есть в этом заявлении говорится, что мы вместе отметаем все формы полового неравенства, полового дискриминации, потому что, идя за принципом второго послания апостола Павла к Коринфянам, и мужчины, и женщины являются новой тварью во Христе, новым творением. Заявление пятое. Общение свободных людей основывается на истине. Предваряя в жизнь правду Божию, Господь Иисус Христос вступал в конфликт с ценностями и властями общества. Он проповедовал истину простым языком, пользуясь понятными для людей образами и примерами. Способность к общению является одним из наибольших даров Божьих, благодаря которому люди могут объединяться между собой и, в конце концов, могут объединяться во всемирную большую семью. И если это общение поставлено на службу справедливости, миру и целостности творения, оно тогда стаёт залогом серьёзного отношения к будущему людского сообщества. Заявление шестое. О мире Иисуса Христа. И здесь говорится, что единственной возможной основой для прочного мира между людьми является справедливость. Мы помним, что Иисус Христос сказал, что «блаженный мир творца, поскольку они с нами Божьими назвутся». И ещё мы помним, что Он сказал «любите врагов ваших». Из этого сказанного следует, что Церковь должна стать местом примирения для людей всего мира, должно стать инструментом, через который мир Христов может в этом мире воцариться. Заявление седьмое. Творение любимо Богом. Бог-творец является источником и защитником жизни для всего космоса. Бог любит творение. Все таинственные пути, жизнь и динамика творения отражают славу Творца. Искупительная жертва Иисуса примиряет всё и вся и призывает нас к целительной работе Духа во всём творении. И поскольку творение принадлежит Богу и благодать Божия пронизывает всё творение, поэтому в этом документе говорится, что мы считаем всякую жизнь священной. Наблюдая потребительское отношение к природе, к окружающей среде, со стороны очень многих людей, очень часто наделённых властью и финансовыми возможностями, со стороны также целых сообществ, целых стран, Церковь берёт на себя ответственность за сохранение и природной среды, и природы, для того, чтобы оставить грядущим поколениям её в таком виде, в котором мы его получили, или даже улучшить её. Заявление восьмое — Земля Господня. То есть Земля, вода, природа целиком, они дают жизнь не только людям, но и всему живому на нашей планете, и всему живому, который будет в будущем. Однако миллионы людей сейчас лишены Земли, страдают от нехватки воды, от заражения её, и их культура и духовность поставлены под большой вопрос. Особенно от этого страдают коренные жители, которые столкнулись с цивилизацией, а эта цивилизация в свою очередь разрушает ихнюю традиционную культуру, которая чаще всего является земледельческой. Заявление девятое — о достоинстве молодого поколения. То есть здесь говорится о том, что молодое поколение, в особенности дети, является одной из наиболее уязвимых категорий в этом мире, и, защищая его, церковь защищает своё будущее. И заявление десятое — права человека даны Богом. Между справедливостью и правами человека существует нерасторжимая связь. Права человека берут свое начало в справедливости, которую Господь проявляет к порабощенным, страждущим, избавляя их от угнетения. И церкви в этом контексте искренне признаются, что они не всегда были на переднем крае борьбы за права человека, и даже иногда богословские оправдывали угнетение этих прав. Третий документ, о котором я бы хотел сегодня вспомнить, это документ, разработанный подразделением Всемирного Совета Церквей в 1979 году, который носит название «Принципы проведения диалога с людьми живой веры и идеологии». Если в самом начале своей работы Всемирный Совет Церквей был задуман как площадка для диалога между христианскими конфессиями, между отдельными церквями, то со временем стало понятно, что христиане живут не в изолированном мире, что волей или неволей надо начинать диалог с представителями не только иных конфессий, но и других религий. Этот документ является попыткой разработать некие общие принципы для построения диалога с представителями других религий. Эти принципы были сформулированы впервые на совещании Всемирного Совета Церквей в Чангмай, это было в Таиланде, и представляют собой наиболее существенное изложение философии и процесса межконфессионального диалога, возникшего в результате экономической дискуссии. В этом документе прежде всего подчеркивается то, что способность введения диалога является даром Божьим для людей. И диалог, как здесь говорится, можно назвать долгожданным послушанием заповеди Деколога. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Диалог помогает нам не исказить образ наших ближних, исповедующие иную веру или иную идеологию. И поэтому из этого делается заключение, что диалог является принципиально важной частью христианского служения внутри общины. В диалоге христиане деятельным образом отвечают на заповедь любить Бога и ближнего, как самого себя. Как выражение любви, участие в диалоге свидетельствует о любви, пережитой во Христе. Прежде всего, этот документ рассматривает, как взаимоотносится здесь диалог и свидетельство о Христе. И он подчеркивает, что сам факт участия в диалоге, участие в диалоге, который основывается на уважении к ближнему, к представителю иной веры, на открытости к нашему собеседнику, на приверженности к принципам справедливости, и сам этот факт уже является проповедованием Христа. Проповедованием Христа не на основе наших слов, но на основе наших действий. И таким образом диалог и свидетельство о Христе на основе всего вышесказанного, они не противоречат друг другу. Второй вопрос, который поднимает этот документ, это богословская значимость людей иной веры или иных идеологий. Вступая в диалог с представителями иных религий, иных идеологий, христиане достаточно часто ставят себе острые вопросы, как, например, какая роль этих людей, миллионов людей, приверженцев других религий, других идеологий в замысле Божьем? Какую роль они играют в спасении человечества? И эти вопросы ставят себе не теоретически, потому что, когда христиане не приступают к диалогу с представителями иных религий, они вступают в диалог не с теоретическими схемами или построениями, но с живыми людьми, носителями этих иных религий. И приступая к диалогу с представителями иных религий, христиане должны это делать, во-первых, с покаянием, потому что они знают, как легко можно исказить Божие откровения, данные в Иисусе Христе, передавая Его своими действиями, своими поступками. Второе. Мы должны подходить к этому диалогу со смирением, потому что очень часто, вступая в диалог, мы видим, что люди, представители иной веры, являются и высокодуховными, и образованными, и сострадательными, и мудрыми. Поэтому мы должны с самого начала избавиться от тенденций и судить от них свысока. Нам нужно избегать от рассуждений об анонимных христианах, об христианском невидимом присутствии в иных религиях, о неопознанном Христе и не вкладывать в это своего содержания, что может, в свою очередь, костным образом оскорблять представителей этих других религий. И в-третьих, мы должны приступать к такому диалогу с радостью, потому что мы не проповедуем самих себя, мы не несем самих себя. Мы представляем здесь Иисуса Христа, который люди иных религий иногда воспринимают как пророка, иногда как святого, как великого учителя морали, которого мы, в свою очередь, воспринимаем как Господа и Спасителя. Кроме того, документ указывает с самого начала на одну опасность, которая может нас преследовать в проведении такого межрелигиозного диалога. И это опасность синкретизма. Согласно определению данному ассамблеевной роби, синкретизм — это сознательные или несознательные попытки человека создать новую религию из элементов других религий. И в этом смысле синкретизм является неприемлемым для участников диалога. Однако в более широком смысле ассамблея в Наробе хочет нас предострелить от двух других опасностей. Первое заключается в том, что, стремясь перевести христианскую весть в определенную культурную среду или приступая к рассмотрению веры и идеологии, с которыми христиане ведут диалог, они могут пойти слишком далеко и поставить под угрозу подлинность христианской веры и жизни. И второе — истолкование живой веры не изнутри, а с точки зрения другой веры и идеологии. И это не соответствует принципам науки и диалога. И этот документ дает всем-таки указания церквям для проводения диалога с представителями других религий. Именно вера в триденного Бога, вискупительную роль Иисуса Христа, дает христианам толчок к установлению человеческих отношений с их соседями, с которыми они проживают на этой земле. И в нашем мире современном, глобализованном, где у христиан очень много соседей, очень много ближних, диалог включает в себя на самом деле не только какие-то научные конференции, заседания и так далее, но включает в себя также свидетельство на нашей повседневной жизни, свидетельство самой нашей жизнью. И первое указание звучит следующим образом. Церкви должны искать способы, с помощью которых христианские общины могут вступить в диалог со своими ближними, придерживающимися иной веры и идеологии. И кроме того, христиане должны быть чуткими на такие инициативы со стороны своих ближних. Второе. Этот документ рекомендует, если есть такое желание двусторонний начать диалог, то начать подготовку его совместно, чтобы можно было утвердить перечень вопросов, которые будут рассматриваться в этом диалоге. Третье. Говорит о том, что приступая к диалогу, его участники должны учитывать религиозные, культурные и идеологические разнообразия той конкретной ситуации, в которой они находятся. Только учитывая конкретные области, в которых ощущается напряжение и дискриминация, а также особые возможности для беседы и сотрудничества в их собственном контексте, христиане и ближние смогут создать условия для диалога. Особенно настороженно надо относиться к попранию основных прав религиозных, культурных и идеологических меньшинств. Четвертое. Это рекомендация для того, чтобы диалог был полотворным, стороны должны свободно определять себя. То есть диалог должен давать каждой стороне возможность охарактеризовать себя в собственных категориях, в собственных выражениях, с собственной точки зрения. Пятое указание говорит о том, что диалог, для того чтобы он был полотворным, он должен вместить в себе просветительское начало. То есть во многих случаях христиане, используя опыт диалога, должны проявить стремление к просвещению, дабы восстановить искаженный образ своих ближних, который, вероятно, уже существует в их общинах, и способствовать развитию христианского понимания людей, принадлежащих к иной живой вере и иным идеологиям. Шестое указание говорит о том, что диалог является наиболее действенным, наиболее плотворным, когда его участники проживают свою жизнь вместе. Спонтанный диалог развивается в уже сложившихся сообществах, где семьи встречаются к соседям, их дети играют вместе. Там, где люди разной веры и идеологии вместе что-то делают, где их объединяют общие интеллектуальные интересы и духовные искания, диалог может соотноситься со всей жизнью и становиться образом жизни, предполагающим постоянные отношения к другому. И, наконец, седьмой говорит о том, что участники диалога должны осознавать свои идеологические обязательства. Диалог должен способствовать раскрытию и пониманию идеологических компонентов религии в конкретных ситуациях. Находясь в сообществах с ближними, исповедующими иную живую веру, они могут иметь общие или различные идеологические убеждения. Как мы видим из этих трех представленных документов, которые я считаю одними из наиболее важных в его деятельности, интересы Всемирного Света Церкви являются достаточно широкими, и они охватывают наиболее проблемные моменты существования нашего общества. Как мы видим, интересы его распространяются на социальную жизнь нашего общества, на проблемы экологии, на проблемы, в конце концов, сосуществования с представителями других идеологий и других религий. Поэтому другая лекция у нас также будет посвящена деятельности Всемирного Света Церквей.